сейчас поговорим про котов у меня тут в одной из уголков вот целый кошачий дом короче было раньше три клетки сейчас 2 вот эта бабка моя ну вот она уже старая при старая вот она вот любит наверху сидеть я его тут сюда даю эти корм все вот она умненькая кошечка я ее с собой привезла из симферополя она как говорится прошла со мной и крым и рым в полном смысле слова попутешествовала бабуся со мной много вот это моя мурында с глазом вас кто-то подбил уже для хамуха с этими котами а вот это вот вот этот пиздюк про которого хочу рассказать я его закрыла в клетку и обычно закрывают что кошек когда они на рожают чтобы они сидели с котятами чтобы не таскали их по всему дому потому что они начинают их таскать эти котята где-то запутаются вот в одной лапку оторвало вот этот пиздюк он трахает все что движется абсолютно все нужно собаку начал лезть поэтому я его закрыла в клетку кастрировать его не хочу потому что котят хороших делает такой производитель но он уже на собаку и вот это его есть из клетки выпустить вот она она начинает лезть на все трахает все и ходеныш такой в туалет ходит на лоток а ссать только на пеленки и вот это я два-три раза в день ему такие пеленки режу меняю чтоб запаха не было я не знаю что с этим звездюком делать на улицу он не ходит он смотрит смотрит где бы жертву споймать пару баб лазит то ты уже всех перетрахал блять уже всех уже все беременные лазят у него цель вижу цель не вижу препятствий он красивый здоровый год но забудь очень озабоченный поэтому сидит в тюрьме как сексуальный маньяк я не могу это смех и грех ну жалко кастрировать ну реально он этих котят хороших делает опять же вот это вот этим завистником злопыхателям которые считают чужие деньги в кармане господи если там того котенка я продам раз полгода то вот этих всех цена этого котенка на ней окупает всех вот этих расходов которые идут на этих котов они жрут во-первых говорят ест как кот это не значит что ест мало это значит что ест до хрена это во-первых во вторых вот эти наполнители в горшке стоят денег пеленки стоят денег у меня уже с этими работами у меня уже просто нету сил ездить по магазинам мура блять виза злая что-то она без настроения вот это характер сиямских котов корм покупаю вот такой и сухой пеленки это это такие расходы вы себя даже не представляете поэтому те кто считают вот эти деньги чужие в кармане уже успокойтесь успокойтесь это бизнес ми в минус я больше этих котов держу для себя а то родиться там уже очередь выстраиваться тому дай тому подари тому и вот это верю если удастся с выводка одного продать то это счастье а то бывает что и вообще ни одного не продашь а то бывает вот эта дура она их нарожает и не кормит и все они сдыхают это это очень большой труд вывести породистого котенка я не знаю я удивляюсь вот этим людям которые там вот разводят вот этих дорогих там как-то умудряются их по тысячам продавать ни хера поэтому поэтому коты у меня чистые ухоженные накормленные породистые для себя характером с характером вот эта бабка она и белок ловила и птичек ловила когда по молодости зайца один раз поймала такая охотница знатная а вот этот сексуальный маньяк это этот лодырь только трахаться у него работа только трахаться злой 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 баб видит злой что ты меня не выпускаешь хочет хочется прям прям не может а так хочется он аж мнется вот это его самая любимая жена он ее уже давным давно обрюхатил он прям ее любит он когда видит он прям жить без нее не может ну короче вот рассказала вам про котов что это вообще ни разу не бизнес это мое хобби и уже успокойтесь а никакие миллионы на этих катах не зарабатываю я наоборот эти миллионы в убыток себе трачу этот песок только один сколько стоит в месяц это ёбнуться можно с этими котами уже никуда не денешься надо кормить их до конца так как у них очень хороший уход питания они живут очень долго вот даже посмотреть вот на эту старушку мою живут очень долго при при хорошем уходе